Мониторинг сельхозпредприятий Игорь Сергеенко начинает с СПК «Гигант». Кооперативу принадлежат одни из самых плодородных земель в районе. Более 5000 гектаров пашни. Из них полторы отведено под зерновые. Уже собрали почти 2000 тонн рапса. На очереди озимая пшеница. Практически в режиме нон-стоп на поле трудятся 5 комбайнов и столько же машин на отгрузке. Провести уборочную добросовестно и с полной самоотдачей – таков настрой у аграриев. В данный момент мы убираем озимую пшеницу. Посевная площадь составляет 500 гектар. Планируемая урожайность не менее чем 60 центнеров с гектара. Все для этого есть. Люди есть. Условия для того, чтобы люди работали полноценно, добросовестно, тоже мы создали. В «Гиганте» не только выращивают богатый урожай, но и перерабатывают. Есть тут собственное производство комбикормов, ассортимент 15 видов для своих нужд и на продажу. Оборудование самое современное. В час производят 5 тонн гранулированной смеси и в два раза больше рассыпной. Рецепт вносится в компьютер. Согласно рецепту идет автоматическое дозирование. Вот эти весы у нас каждая порция на тонн. Следующая остановка – Михалевская Нива. Хозяйство большое. Пашни свыше 2300 гектаров зернового клина. Треть площадей уже убрана. Урожай в этом году соберем мы неплохой. Убрали мы азимы рапс. Урожайность невысокая – 17 центнеров за гектаром получилось, но не низкая на третьем месте в районе. Сейчас убираем пшеницу и убираем азимы третикали. В поле по-настоящему жарко. Жатва третикали в самом разгаре. Работают как опытные механизаторы, так и те, для кого страдающие в новинку. Три молодежных экипажа ни в чем не уступают старшим коллегам. Игорь Сергеенко лично инспектирует сельхозтехнику, пробует комбайн в деле. Условия соревнования, условия оплаты от 150 до 200 рублей в день, даже где-то так может человек заработать, плюс там премиальное. Я вам скажу, что те задачи, которые были поставлены главой государства на прошедшем, на прошлой неделе селекторном совещании с руководителями всех сельхозпредприятий страны, они должны быть реализованы. Работа кипит во всех сельхозпредприятиях Могилевской области. Пока погода благоволит, аграрии используют буквально каждую минуту. Настоящую цену хлеба знают и в СПК Бересневский. Здесь понимают, важно убрать урожай до последнего зернышка. В хозяйстве почти 5000 гектаров, площади внушительной. Под клин зерновых и зернобобовых отведено более 30%. Выращивают озимую рожь, пшеницу, ячмень, гречиху, третикали. На данный момент я справляюсь собственными силами, но когда у меня наступает час пик, допустим, одновременно уборка соломы, как вы сейчас видите, работают два пресса производства Бобруйска-Громаж, то головное предприятие предоставляет мое распоряжение 2-3 единицы техники вместе с механизаторами для оказания помощи непосредственной. Погодные условия в этом году не счета прошлому, когда весь зерновой клин засушило и солнце и дождя было вдоволь. Правда, холодная весна сдвинула сроки уборочной почти на две недели. Но это не беда. Госзаказ в 400 тонн продовольственной ржи в хозяйстве выполнен уже на 56%. И темпов сбавлять не собираются. В ближайшие три дня уборку завершат. Сейчас на этом поле работает пять комбайнов. Собрать урожай быстро и качественно нужно со 130 гектаров. Буквально за 30 минут в бункер попадает порядка 7 тонн зерна. Во время уборочной дежурят спасатели. Главное не допустить пожара или возгорания техники. Зерновые созрели. Промедление может стоить серьезных потерь. Чтобы не отвлекать механизаторов от работы, горячий обед привозят прямо в поле. Мы сегодня привезли рассольник говяжий, макароны с котлетами и компот. Обеды мы берем в Кировском райпо, ресторан Сузорье. Все очень вкусное и горячее. Тракторист-механизатор в третьем поколении Геннадий Довкша знает все тонкости уборки. Трудится от зари до зари. За плечами четверть века работы. Тысячи тонн урожая и ни одна награда. В помощь умная техника. Комбайн запрограммирован на минимальные потери. Рабочий день начинается с 7 часов утра. Это идет тихоход комбайна. Примерно час-восемь на заправку. Ну и все, с заправки едем на поле. Влажность проверили. Ростно, неростно, высохло, не высохло. И едем. Идем работаем, пока погодные условия позволяют. В нынешнем сезоне в Беларуси рассчитывают собрать 10 миллионов тонн зерна. Два уже намолочены. Средняя урожайность почти 40 центнеров с гектара. И это значительно больше, чем годом ранее. Но горячая пора еще не закончена. Триумф праздновать рано. Качество и темпы – главные требования в период жатвы. Ведь зиму нужно встретить с полными закромами.